Наступила пятница, а это значит, что новый номер Одинцовской недели уже ждет своих читателей на фирменных стойках. Давайте вместе его полистаем. На первой полосе номера чемпионат русских троек «Крылатое сердце России», который прошел уже в третий раз на московском конном заводе в горках десятых. Участники со всей России привезли разные породы лошадей, продемонстрировали мастерство управления и порадовали зрителей настоящими театрализованными представлениями. Репортаж с этого события ищите на странице 10. Президент дал старт пассажирскому движению по третьему диаметру, который связывает Ленинградское и Казанское железнодорожные направления. Теперь жители столицы и Подмосковья смогут без пересадок добираться из Зеленограда в Равенское. О маршруте и тарифах читайте на второй странице. На совещании губернатора с правительством и главами муниципалитетов обсудили готовность региона к началу нового учебного года. Одной из ключевых тем стали выплаты школьникам. Их получат 100 тысяч детей Подмосковья, о других мерах поддержки на третьей полосе. А на четвертой о благоустройстве дворовых территорий. В 2023 году по губернаторской программе в Московской области установят 134 детские площадки. 98 из них уже готовы, на 23 идут работы. Проголосовать на выборах губернатора очно или дистанционно можно будет не только 10 сентября, но и в течение двух предшествующих дней. Эту и другую необходимую информацию о проведении выборов мы разместили на странице номер 5. Готовность образовательных учреждений к учебному процессу обсудили и на еженедельном совещании главы округа. О поддержке многодетных и малообеспеченных семей, а также о капитальном ремонте школ и детских садов читайте на странице 6. На 59-м километре трассы М1 Беларусь началось движение по транспортной развязке к парку Патриот. Новая разворотная петля решила многие проблемы. Подъезд к парку стал быстрее и удобнее. Репортаж события читайте на странице 7. В преддверии Дня знаний Андрей Иванов оценил качество завершающегося капремонта в Кубинской и Старогородковской школах. Праздничные линейки для учеников пройдут уже в обновленных классах. А вот накануне нового спортивного сезона завершилась масштабная реконструкция в Ледовом дворце Армада. Почти за год здесь сделали немало. Какие преобразования произошли в дворце, читайте на странице 10. Центральная площадь Одинцова стала точкой притяжения активных, целеустремленных и инициативных ребят. Репортаж с празднованием Международного Дня молодежи ждет вас на странице 12. А на 13 странице репортаж со дня спорта, который прошел в парке культуры, спорта и отдыха. Участниками праздника стали около тысячи человек. Эксперты оценивают школьный чек-лист минимум в 22 тысячи. Неделя предлагает вместе посчитать, сколько потребуется денег и сил на подготовку к учебному году. Об этом на 14 полосе. Участницы клуба «Активное долголетие» регулярно совершают познавательные экскурсионные поездки. На днях они побывали в Сергиевом посаде и подбосковном музее-заповеднике Абрамцево. О своих впечатлениях женщины рассказали на 15 странице. Главный лесник Одинцовского округа специально для газеты составил подробный список грибных мест в муниципалитете. О них на странице 16. Теперь о происшествиях. Поздно вечером 10 августа загорелся склад, расположенный в доме номер 30А по улице Зеленой. Огонь удалось ликвидировать только спустя 9 часов к 8 утра следующего дня. На этом у нас все. Подробности событий вас ждут на бумажных страницах недели. Читайте каждый номер и ищите его на фирменных стойках. А электронную версию на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok